И если бы рекомендовать его, я бы его рекомендовала, этот тренинг, коучам, психотерапевтам и всем, кто занимается личностным развитием, духовным развитием, преобразованием своей жизни через внутреннюю работу, потому что это базовые законы, настолько базовые, что их личная практика, она никуда не денется. Вот у меня цигун, он никуда не делся, но я стала больше и лучше заниматься. Почему? Потому что как только я заленюсь, я понимаю, что это жизнь у меня в голове. И вот их практика от знания этих трех принципов, она станет ярче, гуще, она даст новые результаты, на новый уровень они выйдут, используя вот эти понимания трех принципов. Поэтому я бы вот очень рекомендовала именно, особенно тем, кто работает еще с другими людьми. Помогающая профессия, да? Да, помогающая, потому что вот, когда ты знаешь, но не осознаешь, это одно. А другое, когда вот это есть ясное понимание, что изменения в человеке происходят мгновенно. Ни часами, ни месяцами. Оно происходит мгновенно, если он получил инсайт. И вся моя задача на коучинге теперь, чтобы он получил инсайт. Как только он в этой ситуации получает инсайт, все, никаких моих советов не требуется. Все, работа завершена, и он к старому не вернется никогда. У меня один парень с тренинга бросил курить. Он говорит, а я, говорит, потянусь за пачкой, думаю, да мысли это все. Так и перестал, так и перестал. Понимаешь, Свет? Все, как только у него произошел этот инсайт, что его курение, это просто его мысли. И это просто на тренинге, вот. Ну, вот, у рекордовцов. До него это так вот дошло, просто, понимаете? Поэтому вот этим помогающим профессиям очень важно знать основные силы, которые действуют внутри нас. И через что происходят изменения на самом деле в человеке. Что через покой и через инсайт. А вот важность покоя вот этого внутреннего, то есть название семинара «Внешний хаос. Внутренний покой». Мы с тобой уже говорили про это, ну, до этого в интервью. Можно немножко еще рассказать, почему, насколько это важно? Я могу через образ. Через образ. Когда море, океан штормит, вы ничего не увидите. Вы не знаете, в какую сторону плыть, где берега, где скалы, где можно разбиться. Непонятно. А когда океан спокойный, то мы видим все. Мы видим, куда плыть, где острова, где рифы, да, и где внизу еще там какие акулы плавают, или еще какие рыбы, чтобы рыбу поймать. Поэтому океан мы и есть, да, мы и есть часть вот этого великого океана, как волны, да, являются частью океана. И когда тебя штормит, ну, не ходи на люди, не показывайся, посиди в сторонке, подожди, приведи себя спокойно или пережди, когда шторм пройдет. А когда успокоилась, почувствовала, все, спокойно, все. И смотри, куда тебе идти, и сразу же видно, понятно. Что метаться-то пока в штормах-то? Конечно. Вот она ясность. И когда ты сам в этом спокойном, глубинном состоянии, то клиента ты лучше видишь. Ты его даже не видишь, а чувствуешь. И когда ты его чувствуешь, то ты видишь вот то, что за этим стоит. Что за этим кричит тебе. Это ты имеешься даже когда ты как коуч с клиентом работаешь. Как коуч, как коуч. Это не только, когда коучи важны, да, это же в принципе. Когда ты общаешься с каким-то человеком, а он, допустим, ну, негатив какой-то приобрет в твою сторону. Из этого спокойного состояния ты просто чувствуешь его, что на самом деле происходит, о какой своей боли он к тебе пытается донести. И слова правильные сами приходят. Никогда не знаешь, что заранее скажешь. А они раз, выскакивают сами. И из этого именно спокойного понимания ты просто, оно само делается так. А вот то, что ты говорила, что твои клиенты увеличивают свои продажи благодаря этому пониманию. Какой в этот отклад вносит вот это состояние покоя, понимание этого покоя? Да к базовой, основной. Основной. Да, потому что если ты нервничаешь, если ты в стрессе, то понятно, что результат у тебя будет хуже. Если там в раздражении или в гневе, да, ты начинаешь принимать решения, то вероятность принятия ошибочных решений очень велико. А или, например, какая-то внезапная ситуация, что в бизнесе сплошь и рядом. И если ты не можешь быстро прийти в спокойное состояние, чтобы как-то отреагировать, то понятно, что ты не получишь тот результат, который хотел. Он будет не в твою пользу. То есть вот это фундаментальный покой внутренний, или тихая сила, я бы еще назвала. Вот он дает вот эту силу, которую люди другие чувствуют без слов. Они с тобой сражаться-то не будут, потому что у тебя вот это вот фундаментальное, они сразу идут договариваться.